Всем привет, меня зовут Артур и мы продолжаем страдать в Сандерет. В предыдущей серии нас довольно жестоко аннигилировали, я считаю, но знаете, что произошло? Скорее всего, когда нас пытались убить, нас спас наш Тетрагексайдер. Скорее всего, произошло именно это. То есть, когда мы на грани смерти, он нас просто вытаскивает назад. Мне кажется, что это так. Тем не менее, мы нашли, получается, одну способность, которая, господи, которая выглядит как щит, которая выглядит как энергетический щит, который нас защищает. И нашли какую-то эту самую, господи, я не знаю, как ее назвать, в общем, бонусная ячейка. Ну вот ее мы, походу, нашли. Ну-ка, давай-ка. Вот, амулицирую. Ну-ка, преимущество мусора получает шанс превратить осколки в эликсир. Отлично, вот это хорошо, по-моему. Короче, нашли своего рода жетончик, который, по идее, надо здесь вот вставлять в этом дереве. А я могу его увидеть, все это дерево отдалить как-то? Видимо, нет, но я уже вижу, что оно очень огромное. Смотри, знаешь, на что это похуже? Помнишь игру Торчлайт? Угу. Вот, это была такая игра, где огромное дерево навыков было, где ты можешь прокачаться в любую ветку пойти. Но просто она выглядела огромной просто за счет того, что они просто все ветки не поделили на подгруппы, то есть маг, воин, вор и так далее. А просто все в одно. Запихнули, и ты мог от воина, там, резко свернуть на вора или что-то в этом роде. То есть ты качал-качал такой строю, и тут резко пошел качать ловкость и тому подобное. Ну, короче говоря, вот как-то так они сделали. Это было довольно прикольно, выглядело внушающе, скажем так. Так, здесь, видимо, сделано то же самое, но я пока не знаю, в какую степь нам надо идти. А вот этот расщит, это, который у нас сейчас есть, да? Мы были бандой наемников в те времена, когда мир процветал. У Леонарда Уотерса была определенная репутация, и мы ее поддерживали. Генерал Леонард Уотерс. Один из... Один из семи. Так, я так понимаю, что мы можем пойти в улучшение нашего отражающего щита. А мы можем пойти сюда, допустим, потратить осколки, чтобы улучшить... Осколки, мы находим осколки. Так, вот у нас есть бронезрой щит, удача, урон. Получается, смотри, мне игра давала подсказку, говорила, что удача, недооцененный навык. Так, может быть, стоит на него обратить внимание будет в дальнейшем, тем не менее. Тем не менее, мне сюда вставлять больше нечего, между прочим. Сюда я уже вставил то, что мы нашли. Преклонись перед... Стогу, королем глубин, и твои враги преклонятся перед тобой. Книганиши богов. Но это классная, на самом деле, штука, судя по всему, потому что монстры получают 4% шанса превратить осколки в эликсиры здоровья. То есть, мы выбиваем осколки, видимо, которых недостаточно, чтобы получить полный эликсир. Если у нас их будет больше, будет хорошо. Так я могу вот это... А-а-а, смотри, стоимость 30. Вот что это за цифра была внизу, на нашем хаде. Там, где 421 написано. Это мы тратим, получается. Я понял, это мы тратим... Да-да-да-да-да-да, тратим эти очки для прокачки здесь. Я себя понял хорошо. А пока вот это... А-а-а, все, 3 звенья. То есть, я могу прокачать 2 звенья, и оно начинает здесь вот качаться. То есть, я могу уже сюда переключить свои идеи, нет? Это здоровье. Максимальное здоровье нам тоже нужно. Щит, это что такое? Это броня... Снижать, получаемую броню. А, так, это справа броня? А я думал, что это такое. Хорошо. Вправо мы пока идти не можем. Очки у нас, когда мы погибаем, не тратятся. Это хорошо. Так, это что такое? Сокращать время простую щита. Давай прокачаем весь вот этот кружочек. Хотя это, конечно, не очень разумно, потому что нужно быстрее идти к той ветке, которая нам нужна сейчас. То есть, допустим, может быть, сюда идти сразу. Ну, в общем, спешить, скажем так, к той точке, которая нам нужна, по крайней мере, по такому принципу, и я действовал в торч-лазе. Но, тем не менее, давай пока что, давай пока просто вот этот вот кружок закачаем, а там будет видно. Так, все, по сути, больше ничего не могу идти, хорошо. Так, а вот теперь самый интересный момент есть. Кстати говоря, у меня какое-то такое дикое вдохновение сегодня сегодня, представляете, что давненько у меня такого не было. Это потому, что я давненько не отдыхал. Если я отдыхаю, то у меня, соответственно, желание творить гораздо сильнее. Этот мир сильно отличается от привычного к тебе. Он постоянно меняется. Он живет собственной жизнью. Берейесь. Опасность повсюду. Сейчас нам тетрагексайдер, по крайней мере, сказал о том, что мир процедурно-генерируемый. Только завуалировав это немножко, да? Я же правильно тебя понял? Нет, я его неправильно понял, смотри. Все, что мы открыли, уже открыто. Тогда знаешь, что мы сейчас сделаем? Раз такие дела, тогда давай мы по-быстрому вернемся вот сюда, где нам надрали задницу. У меня есть определенный план. Я хотел бы сегодня попасть к этому боссу. И знаешь что? Мне кажется, что мы в любом случае здесь будем еще не раз. То есть, скорее всего, нам придется сюда возвращаться и возвращаться. Западная диспетчерская, генератор энергии. Хорошо, давай здесь закончим. Слушай, а я не обратил внимания, монетки исчезают или же нет? Короче, я начинаю понимать, как здесь примерно работает вот это вот все. То есть, имеется в виду с врагами. Действительно? Здесь есть два выключателя. Они регулируют подачу энергии. Но в то же время активируют систему защиты. А, то есть, когда я на него нажму, а я нажму, сюда, скорее всего, сбежится орда врагов, да? То есть, мне здесь лучше не задерживаться. Ага. Я понял. Надо защищаться в этом месте теперь. Хорошо, давайте. Ого, удивите меня. Короче, я, по-моему, начал неплохо справляться с ордами врагов здесь. По крайней мере, так мне показалось. Потому что, когда я сюда бежал, на меня успела напасть, скажем так, некая орда. Ох, 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 ох. Я их довольно качественно размотал. Но вот такого у меня, конечно, не происходило. Тихо-тихо-тихо. Так, слушай, надо убивать орго, потому что именно из них должны попадать на осколки. Мне кажется, что я должен... Так, убивай метеориты, потому что именно из-за них у меня большие проблемы. Тихо. Вот, они на полу, и как раз именно здесь я должен их всех убивать, да? Да что ж такое-то? Вроде же из них должны вываливаться осколки здоровья. Какого черта? Нужно комбинировать в атаке верхнего регистра, скажем так, и по низу. Ну да, я могу сделать всего три переката. Я думаю, что это тоже можно как-то прокачивать будет, да? Количество перекатов, которые я смогу делать. Беги! Слушай, а может быть мне просто надо было... Я пытался всех убить сейчас. Может быть нужно было... Аккуратно. Может быть нужно убить то, что здесь стреля... Ага, ну смотри. Вот оно как. Тю. Кто вы такие? Нет, ну, должен признать, здесь всё довольно жёстко. Угу. Банан! Но надо было сначала с ними разбираться, а потом уже идти уничтожать Орду. По крайней мере, Орда просто не приходит сюда, так что нормально. Ухо. То есть пока я с ними сейчас здесь вожусь, Орда сюда не лезет. Хорошо. И смотри, сколько я их перебил, мне ещё не выпало сколок со здоровьем. Так, ну я понял. Нужно опасаться такой вот сигнализацией. Оу, что это такое? Ух ты, ёмось. Всё понятно. Здесь теперь всё опасно. Офигеть. Это очень круто. Тем не менее. Угу, угу, угу. Понятно. И смотри, какая задница. Они пробивают через... Они пробивают через стенки, им вообще плевать. Мне нужно... Не знаю, что нужно. Мне в первую очередь нужно найти... Э-э-э, господи, осколок с друи. Да ты запарил. И как далеко он будет стрелять, интересно. Слушай, кажется мне нужно было его убить, потому что задница какая-то. Тем не менее, мы по идее можем теперь пойти к боссу, кстати говоря. Либо пойти наверх, либо к боссу. Но, знаешь что? Мне кажется, что наверх стоит идти для того, чтобы... Чтобы найти какие-то, может быть, дополнительные апгрейды для того, чтобы... Руще с боссом будет справиться. Ну я, конечно, не уверен, но... Вот эти метеориты меня на самом деле больше всего вымораживают, потому что когда они падают на пол, от них идет вот этот разряд, который меня очень быстро сбивает с толку, скажем так. Что это такое? Это кристалл. Смотри, какие-то огромные ворота. Смотри, какие-то огромные ворота. До того, как это место обратилось в руины со времен подделья людей. Я понял. Я здесь узнаю небольшую историю. Это очень круто. Я, честно говоря, не... Ну, я пытался догадаться, скажем так, как они будут повествовать историю. И я не был... Я не угадал. Я был неправ. Они изделили круче, чем я предполагал. Я клянулся со временными искажениями мира. Я тебя понял. Ага. Вот там следующий, я понял. Слушай, давай сделаем следующим образом. Мне, на самом деле, очень нужна... Это, господи, лечилка. Но я пока не понимаю, где ее взять. Из рогов она почему-то не хочет выпадать. Тем не менее, давай-ка мы попробуем вот так исходить к боссу. Потому что мне кажется, что нас просто ведут куда-то... Я просто не уверен, что здесь нужно убивать боди всех боссов. Возможно, нас просто ведут куда-то в конкретную цель. По сбору реликвий для Тетра Гексайдра. И я думаю, что босс просто охраняет тоже какой-то апгрейд, какое-то улучшение, которое мне упростить немножко жизни, но... О, где тут? Твою мать. Слушай, я могу, по-моему, через них просто перекатываться, да? Я забыл, что здесь опасная даже вентиляция. О, нет. Снова этот звук. Я здесь не пройду. Чтобы открыть это место, я понял, мне нужно... А, все понятно. Беду. Я не пройду просто так. Мне нужна пушка. Все понятно. Задница какая! Так, давай разберемся сначала вот с этим ублюдком. Мне всю жизнь портит. Но, кажется, я сейчас отъеду. Здесь. Все вылет очень печально. Если мне хоть не выпадет ни одна лечилка, я умру. Нет. Ну, хорошо. Раз такие дела, тогда давай вот что сделаем. Докачаем броню на максимум. Угу. На самом деле, я предпочитал бы идти в урон, но здесь, в этой ветке урона нет. Эту ветку мы пока качать не можем, потому что у нас нет этих самых, ну, поняли меня, ячеичек. Хорошо. Раз такие дела, тогда давай... А что вот это такое? Это тоже здоровье. Сокращать время простое щита. Для этого нужен осколок. Хорошо. То есть, все, что я могу качать, это просто за монетки могу качать только сейчас обычные ячейки. Хорошо. Тогда давай по максимуму здоровья себе сделаем. Это что такое? Это щит? Щит и броня. Ага. Удача. Пушать шанс на все осколки и другие предметы. Вот это вот, наверное, качать имеет смысл для того, чтобы выпадало больше монеток. И, судя по всему, вот эти осколки, это идет речь, я так понимаю, вот про вот эти вот, да, то есть, которые я впихиваю вот в это дерево. Хорошо. А, понятно, слишком дорого. Уже стало все по 90, стоит повышать максимальную энергию. Я смогу, наверное, тогда скакать не 3, а 4 раза, что очень полезно. Хорошо. В таком случае прокачивать нам пока больше нечего. Нужно только ходить и выбивать монетки. Короче, все здесь жестко. И смотри, видишь, карта снова вся закрылась. Вот об этом и идет речь. То есть, определенные моменты, такие ключевые, где мы находили историю, где мы находили осколки, апгрейды. То есть, все это остается, забываются только вот эти смежные моменты. Хорошо. Раз такие дела, то, в принципе, мы, наверное, можем попасть сразу, сразу вот сюда вот. Посмотрите, что здесь такое. Сможем мы? Сможем уже, да? Да. Если здесь будет пушка, то мы сразу же сможем отправиться к боссу. Это моя первостепенная задача. Я очень хочу посмотреть, как они здесь реализовали. Западная честь временных дорог. Слушай, а чтобы туда попасть, мне, похоже, нужно через низ идти, нет? Нет, смотри, то есть, те моменты, которые я могу открыть... Они вроде как отмечаются, чтобы сюда попасть, мне нужно сделать очень большой крюк. Ну хорошо, допустим, давай попробуем. И я так понял, что теперь вот эта сирена, когда она будет орать, каждый раз будут прилетать орды врагов. Честно говоря, меня эта сирена достаточно серьезно пугает теперь, потому что эти орды врагов... Это реально страшно, их очень много оказалось. Справиться с ними... Крайне непросто. Хорошо, давай просто целенаправленно идти вниз. То, кстати говоря, вот если просто мне какие-то выпадают, тут есть более интересные вещи. Вот, например, здесь. Ага. Здесь секретик. На самом деле, я сейчас его нашел просто по звуку. Я не знал, что он там есть. Господи, меня эти мастериты, они меня реально вымораживают. Урон надо. Да, надо как-то в урон качаться, если будет такая возможность. Понятно. Ох, это что-то еще. Крематорий. Разрушитель осколка древних? Да, фото разболок головы. Люди-вальки использовали заустройство, чтобы уничтожать осколки древних. Мы не потерпим такого богохульства. А, то есть, получается, здесь собирались осколки, которые мы сейчас ходим и ищем для того, чтобы здесь их уничтожить. Слушай, а может быть, давайте проведем такую аналогию. Смотрите, если люди их уничтожили, эти осколки, может быть, это все было не так просто. Скажем так, может быть, они знали, что делают? Может быть, мы не знаем, что делаем. Мы сейчас ходим и собираем осколки для того, чтобы помочь... Даже не для того, чтобы помочь Тетрагексайдеру, а только для того, чтобы помочь себе выбраться сюда, потому что Тетрагексайдер нам практически приказал делать то, что хочет он. Он же нам приказал собрать осколки. Мы их собираем, но все это выглядит так, словно он нас просто хочет надуть. У меня полное ощущение, что я иду не туда, куда нам нужно. Я пока просто не знаю, смогу ли я открыть там проход. Монетка вниз упала, ладно. Я пока не знаю, просто смогу ли я открыть проход туда, куда нам нужно. О, что это такое? Опс. Нет. 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 Они еще, слушай, они еще стреляют за пределами карты где-то. Катастрофа. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ох. Вот он. Зараза. Что, по-пуссору он срал? Я просто в шоке. Я еще пока не знаю, как с этим справляться. Это очень круто одновременно с этим, конечно, да. Категорически все непросто. Ух. Так, можно лечиться, кстати говоря. Давай, 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 родная. Там как раз был усколок. Смотрим, да. Нет, 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 нет. Вот этот удар понизу очень мощный. Ух. Катастрофа. Все. Мы снова здесь. Только на этот раз я решил пойти не по верху, а все-таки по низу. Мне кажется, что если я пойду вот сюда, вот в этот проход, то возможно мы пройдем вот так. Эта карта... Эта карта, это вылеты метроют, я тебе говорю. Слушай, чисто теоретически я мог... Господи, Сусе. Ух. Твою мать. Слушай, здесь все настолько недружелюбное, что я просто в шоке, честное слово. А ну давай попробуем здесь. А я здесь не пройду. А здесь есть лифт. Ага. А пока я буду на нем ехать, меня сейчас будут пытаться уничтожить подруги. Ух, че-че-че-че. Ох, капец. Здесь все... Я не знаю, тут все настолько круто сделано в этом плане, что я просто в восторге. Уй. Зараза. Нет, ну ты видел такое. Я хочу пробраться вот в этот проход кверху. Здесь очень... Посмотри, один такой... Одно такое касание лазера меня... Очень больно ударило. Катастрофа. Здесь все... Видите, оно получается не имеет никакого такого... Какой-то такой тайминговой привязки, что ли. Оно все... Работ... Ох, кладись. Оно все работает только по... Скажем так, по рандому. Это очень круто. Это заставляет вас немножко адаптироваться под разные ситуации. И это очень классно. Шикарно. За это мы даже сможем что-то себе... Даже апгрей... Нет, опять этот звук. Нет. Я сюда даже не смогу запрыгнуть. Это звук смерти для меня теперь. Он ассоциируется у меня только со смертью. Не иначе. Но тем не менее, вот тут место вроде неплохое, чтобы выжить, да? Я еще немного не привык к боевке, на самом деле. То есть... Нужно привыкать. Да как же так? Я думал, что он полетит вперед. Угу. Удар... Сверху вниз... Он, кстати говоря, очень мощный. Надо его использовать, наверное, чуть-чуть чаще. Не знаю, что я не могу пробивать... Через вот эти вот сетки. Банан! Удивите меня. Я, кстати говоря, боюсь, что... О-ху-ху. Я боюсь, что ветка... Бедо. Так, нужно избавляться от этих двоих. Я боюсь, что ветки... Это тетрагексайдра. Нету ветки с уроном. По крайней мере, я не увидел там ее. Это очень херово. А, смотри. То есть, получается, что охотники... Пока я не убью охотников, сирена не прекратится, да? Короче, стоять на месте нельзя. Стоим... Если стоять на месте, это смерть. А это значит, что... Вспоминаем нашу фразу. Движение жизни. Игра выглядит очень классно. Все очень... О-о-о, босс. Игра выглядит очень классно, но... Это только ее оболочка. На самом деле, она очень дружелюбная. Она просто ненавидит местами просто. А ну... Это огромный вот этот вот глаз, да? Давай, вставай. С такими, как ты, мы умеем справляться. Полагаю, мини-босс, да? Садя по карте. Банан. О-о-о! Он взбесился. А, понял. Все не так просто будет. У-у-у, батюшки. Я уже вижу, что это самый нелюбимый враг будет здесь. Не столько босс, как сами вот эти мелкие враги. Но я могу их сбить. Так, мне должно хватать моих... Трех перекатов для того, чтобы... Да, для того, чтобы увернуться. Хорошо, имеется в виду полностью. Если бы он хотя бы на один прыжок больше делал на меня... Хрен бы я увернулся бы. Понятно, он их постоянно рождает. Катастрофа. То есть мне нужно его косать в любом случае. Нравится мне это или нет. Но пытался как-то... О-о-о! О, батюшки. Но зато я могу всех одним акком сейчас уничтожить. Отлично. Вот только так можно как-то с ними всеми справляться, потому что... Как только их становится меньше, он сразу их порождает еще. Беги! Нет. Беда. Ну, давай. Время удивлять меня, потому что ты умираешь. Ага, все. Чем меньше у него здоровья, тем больше он начинает делать кувырков. Ох, твою мать. Я понял. Я теперь понял. Он просто... В какой-то момент начинает их рождать, а не просто потому что у него мало здоровья становится. Поэтому мне нужно от них избавляться. Иначе будут проблемы. Беги! Катастрофа. Ты только посмотришь, сколько их. Давай, еще немножко. Так, бегаем по кругу. Ну, это задница. На самом деле, просто задница. Благо, что... Тихо, тихо, тихо. Благо, что на обычные удары дэш на дэш не влияет. Нет, чуть-чуть оставалось. Давай, вставай. Мы не закончили в прошлый раз. Короче, я понял. Надо просто... Охренеть. Один удар, и с меня слетел щит. Понятно. Нужно просто... Когда он их вызывает, эти метеориты, нужно их сразу уничтожать, судя по всему. Потому что... Он начинает вызывать их слишком много. Но хотя с другой стороны, можно, конечно, дождаться, когда они все на меня одновременно полетят. Когда они все на меня одновременно полетят, и тогда можно будет их всех уничтожить одним махом. Так, три. Два. Третье. Ага. Идеально. Короче говоря, просто мы не знаем, с чем имеем дело, поэтому... Могут быть проблемы, конечно же. Это естественно. Смотри, как быстро и качественно получается на этот раз. Очень хорошо. Банан. Банан. Ну ишь. Я больше не могу уворачиваться. Просто понюзу. О, видели? Осколок. Тихо, тихо, тихо. Имеется в виду осколок лечения. Идеально. Короче, все, надо с ним кончать, потому что он меня начинает вымораживать. Уть. Главное, чтобы они одновременно все по мне не попали, потому что тогда я отъеду максимально быстро. О, мне даже никакого кулдауна как такового нету. Ах, как ты запорил. Я думаю, что вы этот уже не починишь. Фух. А вот как раз осколок Тетра Гексайдра. Мне кажется, что когда я соберу этот осколок целый, то Тетра Гексайдра станет полноценным. И он и будет... Нет, 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 нет. И он в итоге и будет основным боссом. Да? Или ошибаюсь? Тихо. Не, ну знаешь, я, честно говоря, боялся, что игра будет легкая. Потому что Йотун была, ну, она была простенькой. Она была клевой, она была очень внимательна к деталям. То есть, реально, все, что вы читали в книгах, вы могли видеть в игре. То есть, даже такие мелочи, как, допустим, Орел сбил корота тоск на голове. Или там, допустим, дракона, который грызет корни. Игдра Силе, это все там было показано очень клево. Я прям балдел от этого. О, нет. Но она была легкая. Но меня, конечно, мало волновало, потому что сама по себе игра была офигенная в этом плане. Обратили внимание, что вот этот мистерит полетел не в меня, а полетел по направлению. Кстати говоря, бочки имеет смысл разбивать. Я их не разбиваю, потому что их здесь просто тьма тьмущая. Но я там одну бочку разбил, и из нее выпало сразу же две. Два осколка здоровья. Идем сюда. И, в принципе, наверное, имеет смысл осматривать здесь все. Потому что здесь попадаются вот эти искаженные сокровища, которые, когда разбиваешь, из них вываливается очень много... Очень много сокровищ. Но... Стоит ли оно того, я не знаю. Потому что лазить надо тут в очень многих местах. А эти разработчики, они, как правило, не дигают таких жестких секретов, как, допустим, в том же Hollow Knight или Salton Century. А люди в Алькирии, боя весьма изобретательны. Как жаль, что они отличаются глупостью и опытным словом. Наконец-то. Да, черт возьми. Двойные прыжки. Боже, как давно я этого ждал. Заметьте, мы до сих пор не можем попасть к боссу. Это вряд ли. То есть этот босс, которого мы сейчас убили, он нужен был. Это мини-боссы, между прочим. Жесткий босс будет обозначать... Да, 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 это мини-босс. Да, все правильно. Вон, видите, жесткий босс обозначается с какими-то еще дополнительными штришками. Очень интересно. Я пока не понимаю, как к нему попасть. Может быть, к нему надо было попадать с этой стороны, с левой? Может быть, я просто не увидел там прохода, кстати говоря? А ну, давай сходим посмотрим по-быстрому. Нет, там ничего подобного не было. Имеется в виду, там не было никакой ни кнопки, ничего такого. То есть нам нужно просто идти сюда. Да, здесь, видите, здесь некоторые места, они все-таки залучены, скажем так. Такие, как вот это вот место с замком на карте. Хорошо. Тем не менее, знаешь, что я думаю? Я думаю, что когда мы доберемся до этого места... Ох, твою мать. То, когда я активирую там питание, то, скорее всего, откроются, наверное, тогда все двери. И вот только после этого откроются двери к боссу. Поэтому давайте просто не будем медлить. Мне нужна лещинка в первую очередь. Нужно найти ее. И активировать... Активировать вот эту энергию. Ох, твою мать. Тупик, серьезно. Хорошо, тогда нет. Другого выбора, давайте сражаться. Сражаемся или подчиняемся? Я не подчинюсь. О нет, опять. Звук смерти. Я могу сбежать от него? Или спрятаться? Я не знаю. Посмотри, сколько их. Короче, сражаемся. Я не умру. Да, дорогие, скажи, он меня спасет. Все, задница. Капец. Счастья. Я не знаю. Субтитры создавал DimaTorzok